аудитория по всему миру то есть на сегодняшний день мы не сконцентрируем только на локальном рынке россии то есть мы работаем да нам интересно российские компании там тот же get который продвигает свои мобильные приложения там delivery club который продвигает свои мобильные приложения и другие другие миллионы игроков есть тоже юбер который нам также с ним интересно работать или с компанией байду по другим странам клиенты нам ставят задачи то есть теперь которые должны достигать все мы запускаем компании на большое количество стран и понимаем где в какой стране мы можем сделать и выполнять киев данному клиенту соответственно для нас рынки открыты все если у клиента например того же компания аэрофлот который должен продвижение себя не только на российском рынке она европа азии чтобы количество полетов не только из россии в эти страны наоборот чтобы использовали аэрофлот из этих стран прилет-перелет в россию естественно им нужно позиционироваться там в том числе и мы в данном случае с данным клиентом сможем работать потому что мы предоставляем аудиторию по всему миру для нас это плюс для клиентов в том числе тоже потому что если его интересуют другие рынки не надо искать другие источники трафика можно продвигать себя и в россии в странах снг и в других странах по всему миру ну почему собственно мобильный ртб трафик мобильный ртб в принципе аукционный принцип продажи трафика что это значит площадки паблишеры это владельцы мобильных приложений мобильных сайтов они не хотят имени выгодно продавать себя по фиксированной какой-то стоимости как правило это себе ну то есть за тысячу показов и они себя расставляют на аукционы потому что с другой стороны условно фронта дсп мы являемся диски до которые работают напрямую с рекламодателем мы за этот трафик как бы боремся на аукционе борьба это такая условно условно виртуальное слово потому что в данном случае мы отсылаем запрос то есть если get такси продвигает себя на россию то запрос у нас в коде выглядит так россия и ос ну операционная система до таргет операторы все мегафон соответственно мы от этих площадок через аукционные компании с спи получаем ответы дело в реальный показ на площадке надо делая став то есть там доллар за степень 2 доллара и так далее в зависимости от той стороны который нас интересует по данному там детям соответственно аукционный принцип продажи и площадка каждая который предоставляет этот трафик заинтересован продать его как можно дороже соответственно происходит аукционный принцип и путем технологии мы делаем запрос на присылают ответ и мы делаем уже сам показ на площадке таким образом делаем показ рекламное объявление данного рекламодателя ну собственно работаем с рекламодателями напрямую с рекламными агентствами если я потом похоже обязательно покажу а что такое демпи демпи это дата менеджмент платформ что это значит это компании которые предоставляют данные дополнительные которые обогащают трафик что значит обогащение трафик если там друг с этим незнакомым есть мой таргет у которой есть социальные сети каждый из вас все эти данные туда в одноклассниках в том же по звуке или там вконтакте у вас есть там свой профиль возраст по интересы музыка фильмы майтаргет все эти данные знают соответственно ему легко когда рекламодатель приходит говорит что вы знаете нас интересует мужчины 20 лет интересуются автомобилями там еще что-то соответственно и пол возраст соответственно майтаргет все эти данные можно собрать и показать только целевой аудитории данную рекламу автопроизводителя либо кто-то интересуется там не знаю едой либо кто-то интересуется там еще чем соответственно компании с которыми мы интегрированы и продолжаем интеграции это те как раз компании которые помогают этот трафик обогащать они нам передают пол возраст они нам передают интерес таким образом таргетирование получается наиболее четко наиболее узкое да они так что мы бьем рекламы соответственно мы тоже к этому стремимся с яндексом и с гуглом и с фейсбуком и с майтаргетом конкурировать нужно только в том случае можно когда у тебя есть данные когда ты можешь таргетироваться естественно эффект рекламодатель от этого и зависит посмотрите а мы тоже не интегрируемся закрытыми ящиками да соответственно мы собираем как правило от рекламных агентств приходит детализированный запрос то есть нас интересует там продуктовали мамочки такого-то возраста с детьми там которые посещают такие площадки интересуются вот этим соответственно эти все запросы на каплю мы передаем эти компании этим компаниям день и чтобы они могли по крайней мере понять дадут они срезы по данным запросу или не дадут и естественно мы понимаем если они этого не не смогут нам эти срезы сделать то что вы могли трафик новый эффект от этого не будет никакого потому что агентство естественно сейчас любая медийка она уже с конечным действием с каким-то это не просто покупка себе то есть например автомобильщики с которым сейчас работаем автобраны там nissan вот у них есть например качественный визит то есть не клик а качественный визит который что-то звонок дайте до конфигуратора конфигуратор это что это когда ты хочешь до мобильной версии соответственно есть уже стоимость этого конфигуратора уже есть стоимость соответственно от нас требует от китай там не выше 150 рублей там или там любое другое действие которое там клиент от этого ожидает поэтому сейчас медик простой без какого-либо замера эффективности нет не тоже не считает ой давайте сетях что был не ниже 2 процентов или там стоимость кликнет любая медийка естественно сейчас с конечным действием и если платформа а мы это умеем может так работать то конечно на таком клиенту кстати клену может работать вот но это как бы рукой написано условно вся эта система как она работает соответственно самое важное что мы не как мой таргет там представляет какую-то одну две площадки у нас сотни тысяч площадок которыми именем доступ наша задача что чтобы на каждой площадке увидеть эффективность на и сделать оптимизацию и оставить те площадки на которых происходит клик какой-либо действий клиент который нам поставил задачу все мы отмитровываем создаем черные и белые списки и клиент после определенного пробежит там день-два-три размещения получает потом ту стоимость которому нужно на тех площадках которых происходит конверсии таким образом отделяем работающие площадки от неработающих почему мобильный ртб потому что рынок растет очень сильно особенно на западе мы конечно от них отстаем на 3-4 года как минимум потому что рынок глобальный мировой клиентов в деньгах уже далеко убежал вперед и если насколько я помню у фейсбука мобильная выручка уже восемьдесят процентов то есть клиент больше всего размещается и тратить денег на мобильную аудиторию черновой раньше это был на 50 50 а теперь уже все мобайл это уже убежал соответственно здесь просто вам для понимания почему мы этим занимаемся почему не верим в этот рынок потому что мобильная программатика ртб он очень сильно растет и здесь вот две цифры 15 год если видите все в миллиардах а если помните наш веб рынок интернет рекламы весь в районе двух миллиардов здесь уже программатики единиц миллиардов прогнозы что 20-19 года он вырастет как минимум два раза три раза то есть мы тоже не время автоматизируем будет расти однозначно то есть площадку будет очень сложно себя сами продавать им придется идти на автоматизацию выставлять это на аукцион для того чтобы автоматизированы были закупки рекламы и на их площадке в том числе но в россии тоже не так плохо конечно цифры поскромнее но объем рынка все-таки растет вот за прошлый год у нас получается 436 миллионов долларов то есть растет достаточно хорошо девятнадцатому году по мнению и маркетер аналитическая компания видите как минимум прирост получается там на минимум на 30 процентов тоже оптимистично и я думаю что это это то направление на сегодняшний день которому вы сказали которые в течение пяти будущих семи лет расти и расти и расти это направление будет и все в итоге у нас с вами будет в мобильном мы еще говорили об этом 5-6 лет назад мобильная реклама в россии для рекламодателей ну то есть что становится очевидным что мама занимает приоритетное либо адрес главных направлений рекламодателей то есть у нас запросов я скажу что за два-три года поменялось все агентство должны теперь закупать мобильную рекламу мобильную аудиторию не менее 20 процентов для каждого рекламодателя то есть мобал сейчас становится частью вот этого микса телек интернет если у кого-то еще есть наружку смеи печать и мобайл в том числе он теперь вместе раньше такого не было раньше это были какие-то врезки и остаточный принцип бюджетов там есть 120 тысяч нет все теперь это полностью многие агентства даже в конце года постоянно присылают нам запросы для того чтобы на следующий год сделать стратегию с учетом мобайла и это уже по многим агентствам потому что сейчас все агентства они мировые мобильное направление там у того же вебать и там если вы знаете знакомы с агентством AdWatch у них все приходит из американских и баланских штаб-квартир о том что каждый клиент который работает по всему миру долю в россии по мобайлу тоже имел не один два процента уже десятка это как для нас тоже внушает доверия то что с этим нужно работать ну и рынок в принципе признал что уже 50 процентов по прошлых момент рекламы полноценный инструмент директор стратегии интернет второе это уже мобайл уже с этим уже наверное не спорит никто кроме тех кто наверно производит бетон кирпич строительного материала вот туда еще долго не зайдет программатика россии будет расти пока цифры конечно пятнадцатый год объем всего лишь 16 процентов составляет программатика век рекламы вот шестнадцатый год 22 процента ну и соответственно в этом году и мы надеемся что он будет потому что все об этом говорят эффект от рекламодателей рекламодатели видят эффект рекламы да есть свои задачи которые она выполняет теперь поэтому с этим спорить уже будет сложно в рамках того что мы можем так как весь мобильный рынок тебе это опцион продажи показов то для клиента важно закупка либо си пи си клик он готов покупать либо готов покупать какой конечный есть заявка должна стоит там сколько-то или там стойкость не стал должна стоить там доллар там всеми страны и не вышел из туда соответственно в рамках нашей компании прямо на этого естественно мы работаем по всем этим направлениям то есть если клиента приходит золотая корона говорит ребят а нам важно чтобы мобильное приложение стоило не слышали скачки мобильное приложение стоило не слышать 50 рублей то мы за это теперь беремся да то есть мы готовы с летом работать конвертировать cpm в конечные действия для клиента это естественно возможность технологии это делать потому что если технологии этого не умеет но себя и стоимость листал для клиента будет дороже и он не сможет купить к большого количества таргетингов я считаю что мобильный рекламы имеет перед интернет рекламы естественно большое я бы сказал преимущество потому что помимо там полу возраста интересов мы еще с вами можем сделать таргетинг страна регион город и супер гео супер гео это когда например находимся в бородино да можно отделить на карте у нас внутри интерфейса точку радиус там от 1 до 5 километров если вы находитесь в мобильном интернете со своим смартфоном на нашей площадке в радиусе от бородиного километра до пяти то мы покажем вам рекламу соответственно для ритейла когда он там не федеральный и магазин там через каждые как дикси там 5-пятерочка через каждый пол километра километр детали так он не нужен лучше охватываться размазку да кто такого это будет очень важно агетировать под учетом своей точке например у нас эту рекламу сейчас востребована для больших бизнес таковых центров открывается торговый центр либо там что-то проходит на предприятии про вкус у нас сережка еще у нас пригомол да то есть им таргет по углевая локация не нужна там находится на лече и не нужно там валашки дарву всему на трое все они таргетируются чего-то на свой радиус я не понимаешь аудитория в это правило есть радиусе либо неинтересованная по крайней мере будет значит можно туда уже заехать но естественно в этом рекламе такого мобильного нету в сравнении от мобильных ну значит что еще таргетирование можно таргетируется на мобильные сайты либо мобильные приложения есть такое тоже разделение площадок. Есть равномерная быстрая открутка, есть реклама возможность разделить на день, неделю и время. Реклама может крутиться днем или только ночью. То есть там возможности очень много. Ну и, соответственно, тип устройства, бренд, модель, операционная система. То есть все, что связано с любым смартфоном, да, есть Samsung 7+, там 6, есть iPhone 7, 6, 4, все это возможность нашей платформы имеет. То есть если приложение работает только 10 версии iOS, то мы не будем показывать ниже. Но нет смысла, потому что приложение не работает на 8-9 версии. То есть таргетингов достаточно очень много, они какому-то клиенту они все равно будут нужны. Ну вот, собственно, как работает технология настройки радиуса SuperGeo. То есть внутри нашей интерфейса можно задать любой радиус. Единственный только момент. Чем меньше радиус, меньше охват аудитории. Да, то есть мы всегда советуем не делать 100 метров, но нет смысла, потому что, ну, охватить двух-трех коллег со смартфоном, но это не то, на что нужно, по крайней мере, транслировать свое сообщение, поэтому мы всегда советуем это делать от километра до пяти, потому что люди все время перемещаются. И важно донести, потому что сегодня он здесь, а завтра он может оказаться в другую дочку, через 2-3 дня он может оказаться опять здесь. И тогда уже воспользоваться там либо услуга, либо зайти в магазин, либо исключить приложение, понять, что предоставил данный клиент. Так что SuperGeo, конечно, это очень полезная для ритейла услуга для того, чтобы что-то правильно интергетировать с полезным. Какие форматы есть в мобильной рекламе? Стандартные баннеры. Есть маленькие, 325-150, это самый древний, я бы сказал, такой умирающий формат, он уже стал дешевым, с него мобильный реклам начинался, потому что на смартфон мы не всегда, была еще и Nokia E72, с половиночки, да, и, соответственно, там начинались текстовые объявления, как раз в формате 325-50, а потом появлялись гифовые картинки. Потом появились 325-50, уже половина, фускрины, планшетные 728 на 90, и, соответственно, нативная реклама, мы, у нас направление именно начиналось с нативного, потому что, когда ты работаешь по перформанс клиенту, да, и известно, что MyTarget именно конвертит клиенту приложение именно благодаря нативному формату, мы знали, что для клиента есть сегмент перформанс, это самый рабочий инструмент, и, соответственно, нативный формат, мы имеем преимущество по нашим площадкам именно для этого формата, потому что он рабочий. Ну, собственно, речь-медиа, здесь он показан, потом будет у нас кейс-пример, это когда внутри этого речь-медиа формата очень много интерактивности. Можно закачать трейлер, прямо внутри этого формата он полноэкранный, можно сделать фотографию, можно заявку оставить, по фильмам это очень важно, когда вы, например, сможете посмотреть трейлер, есть какая-то внутриигра еще, есть картинки, описывающие, кто в главных ролях, и так далее, и так далее. Если вам интересно будет, я потом на смартфоне могу на своем телефоне показать. Ну и видеореклама, это самый островный формат на сегодняшний день. Видео, оно в интернете, естественно, очень сильно популярно, и революция у клиентов произошла правильно, я считаю. То есть, на них видео понятно. Так, видео на телеке, видео в компьютере, о, видео и в смартфоне. То есть, для них это проще, получилось осознать, что это рабочий инструмент, и он работает. Соответственно, видео мы также в нашей сети предоставляем для клиентов, которые важны использовать это формат для продвижения своих продуктов, товаров. Ну и, собственно, подводя итоги, что подо что работает. Если компания имиджевая, то здесь лучше мы для клиентов используем фуллскрины, большие форматы, видео, нативное видео и речмедиа, где есть интерактивность. Ну а под CPA, какой-либо реформанс действия, то это, конечно, фуллскрины, нативный формат, видео в том числе и нативное видео, потому что у видео наиболее сильная вовлеченность. То есть, если посмотрите, ну не знаю, на рекапе Facebook смотрите, когда просто рекламное сообщение в виде там нативного квадратика, да, то это одно. А когда происходит видео, оно еще эффектное, еще в HD, то машинами все равно останавливаешься, но хотят посмотреть, особенно если там эта игра, там эти действия, а мы как бы все увлечены там какими-то играми, то как минимум ты заостряешь внимание, и у него вовлеченность очень больше. Особенно вот в игре в веках по играм вовлеченность лучше в 5 раз по сравнению со стандартной. Так что видео, я думаю, что это прям тренд этого года, следующего в том числе. Пока еще такой бездомный. В нашей сети больше всего площадок это мобильные приложения, 85-7%. И, собственно, если посмотреть, то, например, средний просмотр чего-либо в 16-м году, да, по сравнению с мобильными сайтами, больше всего люди находятся в мобильных приложениях. Ну, очевидно, потому что ты закачал приложение, оно тебе нравится, ты на нее заходишь, смотришь, для того, чтобы зайти на мобильную версию чего-либо, ты должен должен зайти там в Яндекс, Гугл, чтобы его найти. Либо у тебя должны сохраняться браузерные странички для того, чтобы опять посетить эту мобильную версию сайта. Соответственно, в приложениях люди больше находятся, я вот, например, сам по себе, у меня есть приложение, в котором я постоянно захожу, смотрю цены, там, еще что-то, да, для меня это удобство. Вообще это как бы либо интернет-магазин в кармане в смартфоне, да, либо это та площадка, которую ты постоянно используешь, что-то интересное. Соответственно, для нас, как для площадки, которые предоставляют мобильную аудиторию, логично иметь площадок больше в мобильных приложениях, потому что люди на них заходят чаще. И, естественно, они более к ним доброжелательны, потому что тот контент, который установлен у тебя в твоем смартфоне, это тот контент, которому ты доверяешь. То есть тебе никто его не навязывает. Ну вот из кейсов мы работаем уже по всем секторам, я могу сказать, что все практически сектора уже зашли в мобильную рекламу, пример фармы, рекламная компания препарата Next, на них я все его знаете. Соответственно, здесь у нас была целевая цель, ну цель, бонус рейд, должен быть не менее 75%, то есть процент отказа. То есть когда люди заходят на мобильную версию и интересуются этим препаратом, то есть таргетирование происходило наиболее четким. То есть я, что свыше 70%, значит трафик нерелевантный, нерелевантный, то есть не целевой, и в данном случае агентство нам доставляло данные. По факту там у нас получилось, насколько я помню, где-то порядка 52% бонус рейд. Ну и видите, сетиары, 4% в вебе такое чудо, да, такие сетиары. Но вот я могу сказать, что так как площадок 85% в нашей сети, то приложение сюда в одном экране. Это не портянка какая-нибудь там мобильная версия, да, и когда все в одном экране, соответственно, объявление показывается четче, а из этого сетиары выше. Некоторые приложения есть, где сетиары доходят до до 5 до 7 метров дебюдикаций. Недавний фильм «Пассажиры». Здесь мы использовали именно формат видеорекламы, это был трейлер 20 секунд. Здесь у нас имелилась кампания, первая, по досмотрам, по количеству отказов, кто на какой секунде отвалился. То есть в данном случае KPI был по досмотрам. Насколько я помню, мы выполнили его, самый максимальный процент аудитории, которые досматривали данный видеоролик, был 72%. То есть не 20, 10 или 5, да, а не 72% это хороший показатель. Вообще киношники все, Sony Pictures, Centerpartnership, они уже все используют видео, но не как метро ездить, там очень много на этой площадке тоже видеороликов, ну, то есть тренды и прокачки, это прекрасное понимание. Тот формат рич-медиа, о котором я говорил, то есть здесь уже новая картинка, сейчас у нас идет кампания, смульфики, соответственно, в этом фильме можно посмотреть первое, ссылка на сам фильм, потом есть играть в наш книг, для того, чтобы собрать эту вовлеченность, есть сам ролик, трейлер, да, и есть описание самого фильма, то есть, понимаете, здесь как бы в этом формате рич-медиа, он чисто брендовый, да, потому что есть интерактивность, внутри вовлеченность, конечных действий ожидать очень сложно, то есть, если бы нам сказали, что, ребят, давайте билеты продавать, то, очевидно, мы бы используем нативный формат, потому что чтобы люди заходили и делали что-то дальше, вот. Ну и вот кейс золотой короны, это клиент как раз из истории performance, его не интересовало брендов и ничего, не было размещения, и не интересовало, сколько будет стоить, стоимости стало с отчетом продвижения iOS, Android, золотой короны, которые люди должны были представить себе для того, чтобы делать переводы в различные регионы нашей страны. как раз была тоже на роликах, да, как раз реклама была в метро и на телеке, и вот мы тоже эти креативы использовали для размещения. Стоимость S.T.L. составляла 140 рублей, то есть это порядка двух и двух долларов. Вошли в TPI, и, в общем-то, следующая компания будет уже на те источники трафика, где клиент с агентством замерили после инстала, какое количество людей делало дальше переводы. То есть будут замерять уже уровень второй конверсии, оставлять только эти источники трафика, которые после инстала делали переводы, и на каком источнике больше людей делали переводы, тем будут дальше предложения откручивать, и мы, собственно, тоже забрифованы в дальнейшем в этой компании. Но здесь таргетинг очень широкий на самом деле. Вся Россия, мужчина 18-45 лет, очевидно, что это люди, которые минимум работают здесь, отправляя деньги домой в различные страны по СНГ. Либо наоборот, кому нужно средства переводить, то здесь работает просто. Или компания, или еще кто-то. Либо родители на поле с другой стороны. Карта мира. То есть мы, как я говорил, работаем по всему миру. Трафик у нас разный. Если посмотреть, то вот такая карта. Это стойный CPC. Да, очевидно, что это не десятки, тем более не сотни стойный запек. Если говорить на 0,4 центра, на 0,3, это все в районе 20-15 центра. То есть это такая небольшая тезь трафика, потому что их очень много. Да, потому что мы очень сильно работаем в Носточной Европе, в Словакии, в Польше. Очень хорошо работаем на латинском рынке, в Мексике, в Бразилии. То есть клиенты у нас, как бы, ну, они разношерстные, в разные направления. И, там, естественно, работают с западными клиентами. Для нас еще, например, вот, открою минус наш, ну, наверное, потому что мы не 5-7 лет на рынке, а для нас еще, как бы, не открыть направление разработчики игр, то есть продвижение игр. Это большой рынок, но для нас пока мы вот сфинцентрировались на тем, что идет, да, что работает, а вот это направление будет, как бы, рассчитываем, что в этом году мы откроем завесу и поймаем связки. Каждая тематика приложения, она тоже не везде работает. То есть, если Uber, там, условно, такси нужно всем, но, блин, в зависимости от страны, это тоже играет роль. Например, мы долго искали, что работает на бразильском рынке и стали ловить такие, там, отчеты, что в Бразилии там 12% всего на айфонах. Почему? Страна бедная, андроидов больше всего, халявщики, то есть им предлагать доставку, там, чего-либо, лишь водки покупать через мобильное приложение, никогда в жизни. Они идут в магазин, в связи с тем, что там, в принципе, мобильный рынок развит, хорошо, потребление мобильного интернета, но они бедная страна, халявщики, такси им не нужно, еду они там, да, может быть, закажут, но вот в шопинг они никогда не будут покупать там известные интернет-магазины, мировые, что-либо. Нет, они в магазине. А что они любят? Они любят больше, чем Америка, но социальные сети, любят общаться. Креативы должны быть там с учетом их красок национальных там вот этих вот фестивалей и карнавалов, то есть они больше любят на это всего, да. Любят читать, для них там большой объем аудитории там читает там свою библию, да, для них это тоже очень важно. Любят фотки, там, выкладывать, делать, то есть вот такие вот утилиты, для них они, им интересны, там социальные сети, любые, которые могут позволять, там мессенджеры. То есть каждая страна, там Индия или еще что-то, она имеет свою связку, что может работать здесь, там, в данной стране, там, такси или доставка еды, или это покупка, там, одежды или еще что-то, да. Поэтому на самом деле в России мало кто умеет работать с иностранным трафиком, это большое искусство на самом деле, это большой опыт, да, и мы вот как бы для себя там каждую страну открываем все заново-заново-заново-заново, применяем какую-то аналитику для того, чтобы попадать уже более-менее четко и конвертировать, потому что если мы не сможем взять конверт, мы для клиента работаем минус. А вообще как? А в Кении работает, вот для нас в Кении. Я посмотрел, у них прирост там. Да, да. А в Суахии берете ли такое? А? В Суахии берете ли такое? Какое слово? Нет, английский. Да, в Кении работает, да. Вот эта страна, которую мы открыли у себя, мы тоже почитали. Мы хотим локализацию сделать в Суахии, там, приемы даже, это самое. Да, может быть. Но в большей степени. В среднем возрасте 24 года. В большей степени почему-то вот объявления, и в Бразилии в том числе, хотя там мы делаем совмещенную, мы делаем на португальском, тиран английский. А вот в Кении работают именно... Наверное, если бы мы сделали на их языке, наверное, было бы пошире, и конверсия была бы пошире. Но английский бы тоже сейчас работает. Вот. А там какая стоимость? Ой, я не помню. Я не помню. Обещаем добавить обязательно, чтобы каждый понимал там. А, ну и плюс, заканчивая более-менее свой доклад, мобильная интеллия. Есть клиент, там придет, и скажет, привет, давайте запустим компанию на Зимбабве. То есть для нас открыть этого трафика займет максимум полчаса-час, наш партнер это открывает. И компания будет запущена там после открытия, если готова ссылка и креативный баннер, через 15 лет он пойдет сюда. То есть для нас нет никакой сложности. не нужно ждать сутки, ждать интеграции и так далее. Для нас любой рынок, любая страна с мобильной аудиторией, мы должны просто не понимать сколько ее там много или мало, да. И что она потребляет на этом рынке, да. Потому что у меня та же страна Норвегия, они там все на дотациях сидят, они покупать через мобильную ну вряд ли что-то будут. Вот турки, например, с Бразилии, они очень одинаковые. Они потребляют социальные сети, мессенджеры, где-то знакомства. А у них рынок активный вообще. И вот Мексика в том числе и активный рынок. Нужно только понимать специфику. Вот в Бразилии есть 12% IOS и может что ты не сделаешь, не масштабируешь эту компанию. Там можешь все Android и все. Ну в общем вот. Если что, давайте спрашивайте. Сейчас я вам покажу как работает речь меня. Вот появляется 320x50 формат баннера этой компанией Воливан. Вот появляется 320x50 формат баннера этой компанией Воливан. Что происходит? При нажатии у меня раскрывается полный формат и внутри происходит интерактивность. Соответственно я могу сделать что-то. Да. Могу... Пусть я на лимбой них продюс. Нет, почему это? Ваня? Нет, 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 нет. На тестовой ссылке. На тестовой ссылке. Серый трапер. Сейчас бежит, санем. А люди работают. Я вам покажу. Сейчас разворачиваются. Вот это, что касаемо речь меня. А это в приложении? Нет. Это формат. Формат показывается в приложении. Условно, если я сейчас загружу баннер. Вот сейчас показывается пассажир. Условно, я нахожусь в площадке. Он показывается в речь меня. Видите 3D эффект? Угу. Ну да. Сам естественно по всей работе. Здесь переход на сайт. Можно сеансы посмотреть. Трейлер. Посмотрим там на фильме что-то. Да? Подробнее? Да. А, например, Куритейл. Причем я сейчас покажу. Вот, например. Давай, Квайзенбанк. Открывайся по спринг. Карточку в 300 рублей в однотосальную. Ну, соответственно, там могу, например, найти при рожателе. Спрашивай у него. А есть какие-то нормативные значения по весу? Видео, флешки там? Ну, по видео, да. Потому что, ну, понятно, чем краснеть, наверное, лучше. Здорово. Там можно. Но телефон и связь не всегда. Согласие имеют свой 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 быстрый интернет. Есть какое-то нормативное значение там? Не могу. Да. Там, на самом деле, все это делается в рамках платформы, которые предоставляют этот интерактив. То есть, конкретно, вот, то, что я покажу, что эта платформа сделала. Ну, она не единственная, но не то, что. И все делается внутри нее. И, соответственно, там все делал в оптимальном образом. То есть, грубо говоря, мы не делаем. И не делается, в принципе, продакшн с нуля тех, знаете, креативов. Он делается в рамках уже существующих платформ. Поэтому норматив, он есть, но, опять же, там флешник полик будет уже сейчас активизировать. На этом дело он сам достаточно малоен. Вот. Обычно, ну, желает вам падать там просто стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Ну, когда, в общем, делаем креативы, мы уточняем по весу технических требований по баннерам. Поэтому мы не будем показывать большой вес видео для того, чтобы он не загружался ни в пользователя. То есть, это нелогично. Так же, как нелогично показывать рекламу игры, которая весит свыше 50 игровой. Потому что она загрузится свыше 50 только под Wi-Fi. Соответственно, люди, которые находятся в 3G, 4G, они не загрузятся. Соответственно, такой таргетивный приложитель, поскольку только через Wi-Fi, потому что возможно таргетировать только через Wi-Fi точку. А в лучшем случае пользователь попробовал, да, остался и сохранил ссылку в сторе, где он потом пришел, где есть Wi-Fi и на все скачет. Ну, в таких случаях просто не так норм пользователь. Вот. Соответственно, да, мы советуем, какой делать видео без такое, а делать вес по другим фармам. Вот. Но сейчас, насколько я понимаю, мы сейчас не 11, не 12 год, где я там выступаю на конференции в то время, мы говорили, что вот драйвер, мобильная реклама, и так далее. Сейчас тоже видео грузится везде всегда. Сейчас операторы, по-моему, как раз жалуются на то, что трафик, по-моему, очень большой. Все некоторое время столкнутся с проблемой, что... Ну, ты их техническое задание. Они сейчас, наоборот, в новостях хотят без лимита вообще отказаться. Да, они отказываются, да, отказались. Ну, то есть они как раз в сторону снижения трафика идут, и, может быть, такие большие видео, когда будет не Unlink, не Unlink интернет. На самом деле, видео, если надо, наверное, на видеоформате, то там вообще все очень просто, в отличие от полномасштабных форматов, правила... Ну, видео обычно направлено на развитие бренда, в первую очередь. И узнаваемость бренда, вот последние исследования, происходит уже до 5 секунды, как человек посмотрел, и если за 5 секунд бренда какой-то парамет, ну, там, да, какое-то сообщение первое, то все, что происходит за пределами этого, уже не важно. Соответственно, мы можем, ну, опять же, мы рекомендуем всем всегда, во-первых, уменьшать, там, видео для мобильных форматов до 10 секунд, но в идеале делать его уже сразу, там, мобильный формат, чтобы оно было, там, максимум 5-6 секунд. Я говорю, там, очень хорошие примеры, если мы, может быть, сталкивались с, например, у LinkedIn, на ютубе, и у Google. Опять же, почему 5 секунд, да? Почему, например, у Google, на ютубе, там, 5 секунд, вот, бесплатно, как вы говорите, на это рекламодатель, собственно, в эти 5 секунд они умудряются, например, свое сообщение разложить. А 5-секундное видео, оно не больше, там, в сервисистической картине сейчас есть, до сотни килобайтов, помню себе, и это на масштабе, в масштабе, так сказать, операторского трафика, там, гигабайтов, которые, в принципе, пока у нас еще есть, как у пользователя Google. Оно не влечет за собой никакой тяжелой нагрузки ни на оператора, ни на свой собственный трафик, ни на, соответственно, возможности образования. Спасибо. А про киевни в Киеве? Нет. Я посмотрела, один центр. В Японии прямо. Почему в Японии, кстати, есть такая небольшая нагрузка? В Китае. В Японии, в Востоке, там, что-то, да? На самом деле, в Японии очень дорогой трафик, ну, буквально у нас был парный зад вопрос по Японии, мы посмотрели, и там он не шибко дороже стоит, чем в регионе вообще или даже относительно нашей. Ну, опять же, я понимаю, что стоимость трафика, она же не только есть стоимость, там еще дата дополнительно нужна, данная пользователь, да, и, соответственно, он уже добавляет по себе. То есть в Японии там все очень хорошо, да? Ну, наверное, вот, честно говоря, там вопрос был специфический, подать я не скажу, насколько хорошо или не хорошо, это у нас есть партнеры, которые там глобально предоставляют данные, там есть партнеры, которые локально в России на Востоке, в Монидаре, в Монидаре. Кстати, вот про Азию, про Японию, про Китай, в частности, и Сингапур. Для того, чтобы продвигать себя там бренду любому рекламодачу, там уже телек, интернета недостаточно, потому что телек с интернетом занимает 60% доли населения. То есть там уже, как минимум, 40% занимает мобайл. То есть телек уже, как минимум, даже, кстати, у нас дискуссия была в Фейсбуке, там у нас сообщества, там всякие, да, PowerRanger. Типа вообще нелогично Adidas показывать рекламу на телеке, потому что его аудитория 18-16 плюс 30, да, те люди, которые телек уже практически не смотрят, потому что они употребляют вот с планшетов, с смартфонов, да, Да, то есть реклама Adidas не должна вообще присутствовать на телеке, потому что его аудитория уже другая. А чем моложе аудитория, тем они всё, они скоро камеры будут делать, чтобы показывать, где дорога, иначе там, есть смешное видео, когда девушка шла в дороговой комплекс и зимой упала на сын. Надо будет делать, по-моему, камеру на бэкграунде, чтобы... Ну вот, я говорил ещё, как шутку, это года два назад, что пора уже это показывать в Путине. Не, ну это сделано уже. Там впечатляют, а на заднем фоне камера включат. Ну вот шутка оказалась. Вот, поэтому вот в Азии, да, доля телека будет снижаться, и тут была статья, кстати, одного из клиентов, не напомнишь, Трёп, мы перепрос ещё делали, кто из телека уходит? Из телека Адидаса уходит. Да, вот, как раз Адидаса как раз из телеки уходит. Ну, он мировой имеется в виду, то есть они уже считают, что для них замеров на телеке мало, а аудитория потерялась, она уже не на телеке, да? Всё, то есть интернет, мобайр, там, где всё диджитл, где всё измеримо, всё понятно, чё-то таргетирование принесло, что-то не так. По привычке, по старинке, все. Ну, я думаю, что там интернет уже догоняет телек у нас в России, я думаю, что ещё там год-два-три, и тогда уже доля телека будет падать. Поэтому они сейчас, если слышали, и собираются, как их национальная русская группа, объединяются таким образом, чтобы хоть как-то шантажировать этот движение. В базе локализация будет сложнее и дороже. То есть там есть цифика национальная, то есть там используют местных персонажей. Да, 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 да. Никаких, там, славянских. Да, да, да. Ну, вот, как я сказал по Бразилии, то есть креативы используют что? Национальные флаги, там, национальные вот эти вот, проходит у них всякие там, Рио-де-Жанейро, да, вот это используют. Там, естественно, лица. Потому что нас сначала стали таргетировать компанию одной социальной сети девушек, да, где на фоне клиентов, когда предоставил креативы, Шатур и Мерис на фоне там, да. Ну, то есть, нет, никак нельзя. И, да, в Азии в том числе там все вот эти свои национальные там, как их, мимишные вот эти вот фотки, да, для них, кто вам показывает ничего такого. В Латинской Америке то же самое, все вспомнили. Для них речь видео тоже надо другое сделать, там, мишные, пазлы, там, какие-то. Ну, тяжкие. Да. Тармогучие. Ну, я честно скажу, пока Азия тоже у нас шипы не раскрыты, я бы сказал, там, не раскрыты, процентов 95. Потому что мы, как бы, вот, она была ближе Европа, даже Америка для нас еще до конца не открыта, объясню, чем. Потому что, кто в большей степени генерит, кто больше всего, в каких странах больше всего рекламодательный тратит деньги на мобильную рекламу. Первый занимает США, второй – Китай, а третья сторона – это Великобритания. То есть там больше всего клиентов тратим денег. Вот. А так как Америка, как бы, ну, флагман мобильного рэнда, да, то там трафика море, но там и цена его больше. То есть там конкуренция очень выше для того, чтобы в России можно запустить тест, условно, там, от 1000 долларов, и его достаточно будет, чтобы там прогнать компанию, там, за пять дней, вывести, выйти на KPI. То в Америке 1000 долларов – это в сутки. В лучшем случае. И даже в статьях была, когда приходят различные агентства, которые продают там Facebook, Google, и там, типа, если агентство к вам приходит, к рекламодателю, предлагает там сделать тест на американский рынок, и говорит, типа, для теста нужно 2000 долларов, то имейте в виду, что это афера, потому что трафика очень много для того, чтобы довести новый продукт, там, приложение, запустить на американском рынке, там, минимальную в месяц нужно вбухивать, там, от 30 до 50 долларов. Почему? Охват большой, трафика много, ставки CPM-овские намного выше, чем в любой другой стране, борьба за трафик большой, соответственно, для того, чтобы клиентам в американский рынок выходить, там, да, больше денег нужно, естественно, больше. Поэтому они заинтересованы в том, что в Европе, в Америке, вообще, там, в Латинской Америке, там, в Азии, клиенты тратят бюджеты с российским несопоставимым. То есть любой тест с западным клиентом, это, там, 5-10 тысяч долларов, да, а десятки и сотни – это основные бюджеты. То в России, наоборот, это сотни тысяч рублей, там, несколько сотни тысяч рублей. В лучшем случае, это, там, несколько миллионов. В России бюджет ежемесячно от клиента. От агентства или там напрямую, неважно. Там совершенно другие деньги. Поэтому тот, кто выходит на… не только локально работает, а, как и мы, работают с различными рекламодателями в всей стране, да, это другие деньги, это, естественно, рост другого бизнеса и так далее. Совершенно все по-другому. Потому что у нас есть примеры, когда компании некоторые работают в России, только с российским трафиком, конечно. Подвигаться у них, а выучки, наоборот, все меньше. Меньше возможностей масштабироваться, имея в пуле площадки только российские. Потому что они заложники вот этого российской аудитории. Ну, кроме Mail.ru. Потому что Mail.ru составляет у нас, сами знаете, 82 миллиона аудитории в России. Это достаточно большие объемы. В общем-то Mail на сегодня является, наверное, один из гейдеров по деньгах в месяц, либо было не важно. Именно по продаже в Америке. Но там, кстати, количество клиентов нет. Там далеко не все российские. По-моему, процентов у них 40. Mail говорил только китайский. Там, извините, Алиэкспресс, который выходил в России, там сколько-нибудь денег. Потом есть и браузер, который тоже себя подвигал. Много. Вот. Если больше нет вопросов, то нет. Я поздно пришел. Может, вы говорили, а вы видео тоже сами делаете, да? Нет. Это нужно дизайн, студия продакшн. Мы делаем все, включая речь-медиа, все кроме видео. Потому что видео это дорогая вещь. Нужно агентство иметь. Когда клиенту агентству готовят стратегию, то они помимо видеороликов, которые делают для интернет-рекламы, ну, именно для телека, то они, естественно, делают и адаптируют интернет-ролик к множественной истории. Спасибо. Я думаю, что мы чаще всего пока работаем с агентствами, чем напрямую, но все равно есть свои как-то подрядчики, которые мы можем подключить, это сделать. Просто, как правило, это нет необходимости, потому что у крупного трансляции есть свои бронгайды, которые мы сами работаем, контракт не делаем. Думаю, в том числе, мы можем подключить с агентствами, помочь им давать как-то лучше. Понимаете? Да. Да. Все будет мобильным. Так скромно же это все. Все B2C битнесы. Ну, в общем-то, телевизор, по-моему, становится большим мобильником. Просто большой. Ну, просто структура потребления у нас пока еще, конечно, низкая. Бизнесов в мобиле низкие в количестве. Вынужден прервать? Да. Мы уже все дать. Дай минуту. Все. Спасибо. Удачи. Спасибо. Друзья, добрый день всем. Меня зовут Андрей Гавриков. Я генеральный директор маркетинговой группы «Комплекты». И сегодня Олег просил меня рассказать про наш опыт автоматизация воронок маркетингера, про то, как это делается в сложных моделях с B2B, с B2C. Чем мы, собственно говоря, сегодня и займемся. План у нас какой? Мы с вами сначала разберем кейс, как это выстраивалось в наших условиях российской реальности. То есть какие-то межреческие кейсы западные, там Coca-Cola, Anon, что-то еще там они сделали в Германии и США. Посмотрим, как это реальная российская компания, которая производит стройматериалы, как она это использует на практике у себя. Потом с вами поговорим про алгоритм, как самостоятельно ручками это все можно сделать. Плюс в конце дам чек-лист, как можно использовать инструменты на каждом шаге клиентского пути. И ссылка на материалы для самостоятельного изучения внутри всего это дело самостоятельно. Я думаю, мы прекрасно понимаем, что за час учиться делать это реально. То есть моя задача внести для вас скелет этой информации и чтобы вы сами решили потом, будете вы это делать или нет. У меня два основных проекта, в которых я уже 10 лет генеральный директор маркетинговой группы Комплета. Мы работаем в основном с производителями, с B2B компаниями. Последние пять лет в основном это компании с дилерскими сетями. То есть у них самая сложная история с маркетингом, потому что розничные точки, B2B продажи, работа с дилерами, там очень много еще нужно автоматизировать, выстраивать. Второй проект это Хобби. У нас центр онлайн обучения. Мы представители Норландской института маркетинга в России, которые мы учаем, сертифицируем маркетологов. По основному бизнесу, как я сказал, мы работаем очень плотно именно с B2B компаниями. И приходя в каждый бизнес, у нас есть определенный этап, период, когда мы начинаем изучать, какая же проблема сейчас компания, что мешает им развиваться. И вот в девяти компаниях из десяти мы видим одну и ту же историю. Отдел продаж приносит основные деньги компании. Руководитель, владелец собственных бизнеса ходит и есть отдел продаж. И, собственно говоря, маркетологи говорят, мне это неправда. Мы приносим деньги, отдел продаж это так, какое-то дополнительное звено, которое, собственно говоря, конвертирует эти заявки. И говорят, вот, мы вам сгенерили столько заявок, вот иди и продавай. Получают эти заявки в отделе продаж, продаж мало. Отдел продаж говорит, да вы сами даете плохие виды, да все очень плохо, да все ненормально, маркетинг у нас плохой, у нас плохие буклеты, брошюры, продукты. Все совершенно ужасно. По факту, почему это происходит? Потому что собственник бизнеса зачастую выстраивает всю историю, разделенную по сегментам и нет человека, который отвечает за весь клиентский путь. То есть на западе маркетолог, он отвечает за весь сквозной процесс, который происходит. У нас маркетолог, это такой человек, который вот отвечает, ну, ты приведи клиентов, а дальше отдел продаж разберется, а дальше отдел аккаунт-менеджеров разведет, разберется, что надо делать. И по факту, для того, чтобы маркетолог мог выполнять какие-то сэнки пиаи по развитию вообще, в целом бизнеса, да, серьезно, его нужно допускать на каждый шаг из этой воронки продаж. Он должен погружаться в каждый из этих процессов. Ну и вот, собственно говоря, что происходит, когда маркетолог туда ездит. Он в эту воронку продаж погружается. И начинается вот этот, знаете, поливар. Продавцы кричат на маркетологов, маркетологи на продавцов. Руководители с одной стороны. Ему это нравится, потому что у них стоят всякие пиаи, и каждый пытается доказать, что он лучше. Но по факту, ни к чему хорошему это не приводит. В долгосрочной перспективе бизнес начинает проседать. Стали думать, а что сделать? Как там выстроить синергию, да, с помощью современных инструментов? Как сделать счастливыми продавцов и маркетологов? Чтобы была гармония, счастье, как вот эти вот все зрения заавтоматизировать? Стали думать, маркетологи. Маркетологов у нас гигантское количество инструментов. Ну вот, реально, мы сегодня поговорим, что в 30 я там чек-лист дам, но это тоже маленькая часть всего лишь будет от того, что есть. То есть сколько методик, сколько конференций, сколько всего. И с чем мы сталкиваемся с вами, да, когда мы продавцы с LZ? То есть, ну вот, что нам предлагает CRM-система, тренинги, но это в последнее время появилась история с электронными коммерческими предложениями. Все, то есть это весь инструментарий, который дает продавцам, остальное давайте договаривайтесь. Вы думали, думали, тут нас осенило. Ага, а что, если взять вот эти вот инструменты, собственно говоря, маркетологов и попробовать переложить их на процесс продаж, когда уже коммуникация с клиентом происходит, чтобы клиенту показывать не ту рекламу, которая у всех подряд идет, да, то есть вот раз мы настроили объявление, и вне зависимости от той стати, на которой клиент находится, ему показывается реклама, а показывать конкретно ту ситуацию, которую он сейчас хочет получить. То есть мы, да, там, кто путешествовал, не знаю, там, в Египте, в любой восточной стране, выходя на восточный базар, все на тебя напрыгивает и не опускает. Тебе там не нужны все, нет, тебе ничего не надо, там, ты пришел себе мандалин купить. Но тебе будут продавать все подряд. Так же реклама это в интернете выглядит. Поэтому решили завязать в механике продаж и маркетинга в единую систему. И стали разбираться, стали оцифровывать воронки продаж клиентские, которые по проекту у нас были. И оказалось замечательно, что такого термина, как воронка, который красиво рисуют на конференциях, всяких разных учебников, ее, в принципе, не существует. Потому что есть разный уровень спроса, и мы можем на разный уровень спроса с помощью разных инструментов, опять же, людей в эту воронку запихивать. И где-то эта воронка сужается, где-то она расширяется, то есть вот прямо такой ровной штуки нет. Получается что-то типа москарников, я не знаю, в продаж. И проблема вся в чем? То есть вот когда мы получаем клиента на какую-то стадию воронки продаж, зачастую это выглядит так. Клиент холодный, не готовый сейчас к покупке приобретения чего-то. Если вам интересно с ним работать, эта заявка сливается. Проходит месяц, два, три, полгода и уходит. То есть нужно как-то фанатизировать процесс, чтобы вот эти вот заявочки, которые к нам пришли, заинтересованные клиенты, попали в плодородную почву, и наша задача ухаживать за ними, чтобы они выращивались. То есть мы продумали концепцию фермерского подхода к продажам, как мы ее назвали. Сейчас рассмотрим кейс, и потом я расскажу по шагам, как всю эту историю сделать. Здравствуйте. Значит, смотрите, есть российская компания-производитель разделочных материалов, в данном случае одном сайте. Есть вот эта компания-клиент, мифический зовут его Эфим, у Эфима есть загородный дом, купил он у себя, и он думает, какой материал выбрать ему для отделки дома. Что происходит? Классический сценарий. Эфим заходит в Яндекс, в Гугл поисковую систему вводит запрос, чем облицевать дом. Ну, к примеру, рассматривает разные варианты, которые есть. Что происходит дальше? Эфим потом приходит на следующий день домой, имея с другой стороны маркетолога Владимира, который говорит, надо что делать с тем человеком, который искал в интернете, продукт похожий на наш, нужно замучить его рекламой. И бедный Эфим каждый день начинает видеть рекламу с финиловым сайдингом. То есть он не говорил, что ему нужен сайдинг, ни в коем случае. Он искал вообще информацию просто, у него не сформированный спрос, он знает, что ему еще нужно, он просто ищет этот продукт. Но мы начинаем бегать за ним с этим ретаргетингом. Что происходит дальше? Проходит несколько лет, Владимир повзрослел, сумнел и понял, что клиентов так вот давить нельзя. Это ни к чему хорошему не приведет. Кто обозревает, нужно один контент давать, одни инструменты, по-своему коммуникацию устраивать. Кто не созрел, другие. И так далее. И он берет, начинает раскладывать покупку по шагам. То есть в каждом бизнесе это есть. Больше, меньше цикл, неважно. То есть вот сайдингом мы проводили исследования, анализировали, тысячи продаж и выявили четкие стадии, которые есть. Человек не определился с фатсадным материалом, что ему нужно. Человек определился, что нужен сайдинг, виниловый сайдинг или металлический. Потом он выбирает его производитель. Потом он определяется с цветом. Потом думает, где приобрести. Потом думает, сам он будет делать монтаж сайдинга или нет. Если не сам, то ищет монтажника. Если нужны какие-то там трубы, вот эти водостоки, он тоже все это делал лично звучает. То есть, есть определенный цикл продаж, в который большинство продаж вкладывается. Под каждый из этих циклов должен быть сделан креатив, своя реклама, которая есть. То есть, ты давно определился с фасадным материалом. То есть, у него здесь есть три вопроса, три клиентских полей, три проблемы, о которых нужно ему рассказать, донести. Что фасады сайдинга выгоднее штукатурки, выгоднее обшиты в имитации бруса, что он выгоднее наделан антикеративным кирпичом. Потому что под его чек, под его бюджет, он может выбрать только вот эти конкурентные продукты. То есть, нас там не волнует что-то дорогое, элитное, ведь не дорогой продукт. И вот на каждом шаге у него есть свои проблемы, задачи, которые в голове эти вопросы крутятся. А самое опасное это оставить клиента без продавца, который не может задать вопросы. Клиент сам себе выдумывает много чего, того, чего выдумать не надо. Поэтому в интернете мы все это ему должны дать. Что происходит? То есть, в следующий раз, когда у нас Владимир уже нормально настроил рекламу, и после того, как Ефим заходит в пост Яндекса, и вводит запрос, что какие материалы выбрать, мы начинаем показывать ему баннеры такого плана. Не продавать, вот могу впихнуть на купи, а сайдинг или штукатурка. Сайдинг там или что-то еще. После этого он переходит в виду на наш сайт. Либо я дальше расскажу разные хитрые стратеги, если может на сторонники. Изучает информацию, сравнительные таблицы, инфографики. Что происходит в этот момент, если он заходит на наш сайт? То есть, в системах веб-аналитики мы можем схватить его ID, связать это все дело уже непосредственно с рекламными системами, дальше расскажу как. И в зависимости от того, какие страницы он нас уже посещал, по каким рекламным каналам крокодил. Мы у себя можем фиксировать, что ого, эту страницу посетил, выполнил эту цель на сайте, значит он эту стадию прошел. Посетил эту страницу в поиске, эту стадию прошел. Это все элементарно, это хранится в системах веб-аналитики. Ничего уникального просто этого не делают 99,5% российских компаний. Мы пошли дальше. То есть наш Project Manager стал сходить с ума. Почему? Потому что в сезон у нашего клиента столько органического трафика с поисковой системой Яндекс 8000 человек в день. И они говорили про контекст, про все остальное. То есть он это сайт производителя, который агрегирует весь трафик с Россией и по дейеру в региональном раскидывает заявки. Его задача состояла в том, что использовать разные рекламные каналы нашего менеджера, разные стадии принятия решения. Раз, два, три дня он должен был все это дело в полуручном режиме интегрировать. То есть он сказал хорошо, окей. И наши программисты написали вот такую программу, прокладку, которая это все дело сама в себе агрегировала. Я вот рассказывал, как это сделали мы, сложно, потом расскажу, как это сделать просто самим, особенно когда трафика не так много. То есть все хранится по каждому IT-пользователю информация со всеми заявками и так далее. Потом это все подойдет CRM-система. Ну в данном случае там мамы CRM была у дилеров большинства. В чем сложность? То есть когда у нас есть каждая стадия этого клиентского пути, на каждой стадии есть свои вопросы. И здесь вот эта халява не пройдет. Когда мы с вами сделали три баннера и расслабились, здесь рисуются десятки баннеров, здесь пишутся десятки объявлений, десятки страниц. то есть под каждую стадию. Ну вот здесь например Networks, Soloway рекламная система, креативы, рекламные сообщения, сколько всего это было сделано. То есть вот под продажу сайтинга банально. Окей. То есть под каждую стадию рисуется своя посадочная страничка со своими задачами и проблемами, которые есть у клиента. Что происходит? Происходит после того, мы проскочим сейчас в большей стадии шагов, то есть Ефим видит, дошел уже до стадии выбора монтажа, изучает все это дело, заходит на страничку и мы ему говорим слушай друг, есть отличная рассылка, да там 10 способов как там ненаговодство на монтажниках, то есть как они тебя могут обмануть. Он подписывается. И в этот момент мы с вами можем сделать еще очень кривую штуку. Мы берем вот этот user-id, который был на сайте, и скрепляем его с email-маркетингом, с его почтовым адресом уже. То есть у нас эти данные есть. И апогей, фишечка всего этого дела, да, у нас то, что мы с вами можем потом это еще еще связать с телефоном, если человек делает заявку. То есть мы получаем полностью всю информацию по нашему клиенту, и мы с вами можем смотреть по всем стадиям, по которым он бегал у нас. Причем это делается, опять же, через интерфейс Google, там многие вещи, через тот же ВКонтакт, пример рассылки, тридерные рассылки, которые автоматом приходят в зависимости от выполненных целей на сайте. То есть это все можно автоматизировать. на больших объемах продаж это очень много снимает проблем. Причем это все можно делать не только классическими баннерами и так далее. Слама вся на YouTube тоже, оно все завязано в единую сеть, которая есть у них. То есть тоже можно снимать видео по стадии, если у вас сложный продукт, если нужно что-то объяснить. И все это будет замечательно рассказываться и показываться. Ну вот про то, что я говорил, после звонка уже в компанию, когда он обращается в полцентр и говорит, ребят, мне в Новосибирске нужно купить сайтинг. Но я не знаю, какие мне нужны цвета, к примеру. Он говорит, да, без проблем. Отправляет ему письмо, в котором есть ссылка на подбор цвета, специальная программа, он себе уже выбирает, смотрит, и потом связывается с дилером, которым это цветовое решение готов предоставить. Все купил. То есть это такая упрощенная схема. Понятно, что там все посложнее, там еще дилерская работа идея, да, я хотел донести. Что на каждом шаге, в каждом канале мы должны использовать свои креативы. Как это все делать? То есть что для этого нужно? Ну, к примеру, по самой дорогой линейке сайдинга мы конверсию заказывали в 87 раз. То есть это дорогой продукт, и на него выделили бюджеты, и можно было эти креативы проделать. Канадская серия. К чему сейчас весь идет маркетинг в интернете и не в интернете? То есть то, о чем на Западе уже говорят годами, и что наконец-таки у нас это тоже приходит. То есть мы как маркетологи должны забыть, смотреть на клиентов как на вот эти обезличные сегменты. То есть что мы получаем? Вот я тоже исследование получаю европейское, не буду говорить какой компанией исследовательской для наших клиентов, они заплатили 50 тысяч евро, приносят красивый отчет, мы открываем, сегмент такой, это Николай, 43 города, из такого российского города, и вот у него такая проблема. Константин, 56 лет, то-то, то-то. Ну и что это такое? Это уже ни о чем информация. Сейчас с помощью диджитал технологий мы можем досконально подробно все знать про наших клиентов потенциально, что он делал, как делал. И наша задача их магнитологов уже выстраивать индивидуальные теоромки, которые сами под них подстраиваются. Если еще там 5-6 лет назад это казалось бы полным вредом, сейчас это делается элементарно. Что делать самим? Что для этого нужно? То-есть, по каким шагам нам с вами нужно пройти? Сейчас мы с вами опять же пробегаемся по алгоритму, в конце будет ссылка на записи кучи вебинаров, все бесплатно, без смс. Вот, сможете самостоятельно это сделать. Что делаем? То-есть, анализ текущей клиентской базы. Это самое сложное, это то, с чем вы будете заниматься каждые полгода возвращаться к этому. Потому что с первого раза нарисовать правильный портрет, с первого раза нарисовать клиентский путь вы не сможете. Ну, если вам очень привезет. Это факт, и я практически не люблю случаев, что идеально сразу же разрисовываешь эту клиентскую ворону. То-есть, гипотеза проекта. То-есть, разбираемся с текущей клиентской базой. Выводим вот эти похожие, первичные общие сегменты с общими потребностями. Изучаем конкурентов, что делают они, в каких рекламных каналах, под какой аудиторией это делают. Отпрашиваем своих клиентов, что они вообще думают. Но мы с вами знаем, что клиенты нам будут говорить не то, что они думают. Они будут говорить то, что считается правильно по их картине мировосприятия. Если надо, проводим какие-то исследования. Ну, как я и говорил, с записи все это будет прямо по шагу. Вебинар про конкурентный анализ на полтора часа по шагам как делать, и все остальное. Следующее. Составляем гипотезу. Первичную. Разрисовываем. Первый шаг. Первую версию нашего клиентского пути. Как это дело выгодно. Кстати, есть хороший, замечательный сервис. Он бесплатный. называется uxpressure.com Это вот сервис по рисованию клиентских этих путей вороны. Стоит 9 долларов в месяц на одну карту это можно сделать бесплатно. Удобно просто самому это все структурировать, держать. Расписываем, как это дело все выглядит. Следующее. Под каждым из этих шагов, дальше мы с вами пробежимся по клиентскому пути еще более подробно. Мы должны собрать те самые скажем крючки те самые рекламные каналы, которые мы будем использовать. То есть под каждый шаг мы подбираем поисковые запросы. Потому что, ну, как бы нам того не хотелось, контекстная реклама SEO остаются до сих пор одними из самых дешевых, одними из самых доступных и правильных каналов получения клиентов. SEO вообще самый дешевый трафик в перспективе, если грамотно его делать. И продумываем послания, какие мы будем для них использовать. То есть, за что клиента можно зацепить. Дальше. Под каждую стадию мы должны разработать рейтинг пейдж свой. То есть, где вот конкретные клиентские боли, проблемы и задачи расписаны. То есть, то, что его волнует. То есть, мы маркетинг будущего диджитал, это не одна универсальная страничка, которую нам сделают за 30 тысяч рублей, и она продает всем клиентам на каждой стадии и так далее. Нет, это не работает. То есть, контент должен подстраиваться по клиенту. То есть, мы делаем под разной стадии, разные страницы. Опять же, для этого не нужны миллионы рублей. Есть тильда, есть куча всяких разных бесплатных сервисов. вот, Wix, например, я не советую использовать. Тильды вперед. Одна из самых адекватных систем в данный момент, чисто недорогих, которая позволяет это делать прямо моментально. Следующее. На каждой странице, когда мы с вами проектируем, мы разрабатываем карту целей. То есть, какие будут ключевые показатели эффективности просмотра этой стадии. Посмотрел человек видеоролик, нажал на плюсики, там, да, нажал, дополнительная информация раскрылась какая-то, потрясался на рассылку. Посмотрел там, 50% страниц прокрутил и так далее. То есть, вот эти все цели по нашей рынке продаж. То есть, то, что человек должен делать. И что является критерием выполнения этой задачи. А это все настраивается в Яндекс.Метрики, в Universal Analytics это говорится все с Google Analytics. Вот, важный момент для тех, кто это делает руками, я еще чуть-чуть проматерюсь, пользовательскую переменную в Google Analytics вписываем Client ID. Для того, чтобы, когда мы потом будем делать интеграцию с email, мы смогли это все дело сопоставить, чтобы у вас не было потерянных контактов. Каждые рассылки, когда мы уже делаем потом email-рассылки, каждому клиенту желательно через генератор присылать уникальные ссылки, чтобы мы потом могли тоже склеивать всю эту информацию. Я расскажу, как это тоже сделать. Значит, что мы можем использовать как базу? То есть, не разрабатывать вот эту вот систему, как сделали мы, вы за основу можете смело брать Google AdWords. Вот, его и замечает инструмент, сегмент рекламы, который напрямую связан как раз с этими целью и задачами в Universal Analytics. То есть, когда человек попадает на страницу, определенный совершает определенное целевое действие, автоматом в этой рекламной системе его перекидывают в другой сегмент. Ему начинает показываться другая реклама. А что еще можно использовать из рекламных систем, которые, ну, прямо, хорошо тоже работают? Вконтакте. Замечательный Вконтакт, который месяц 4, по-моему, они назад наконец-таки сделали нормальный ретаргетинг. То есть, если раньше ретаргетинг Вконтакте выглядел как? Мы заливали код на сайт, все, кто на него заходит, куда заходит, попадали в одну базу, смотрел красное, белое, для мальчиков, для девочек, одна реклама. Сейчас там есть куча настроек и условий. Это мощнейший инструмент. То есть, вот эту вот воронку можно Вконтакте выстроить. Какие бандеры ему показывать? На какую страницу? Зашел человек на ту страницу, он попадает в другой сегмент. И погнали. Окей. И в других рекламных сетях тоже есть похожий функционал. Вопрос просто, ну, на сколько хватит рук самостоятельно рулить вот этими всеми потоками и термичным настроением. Окей. Это сложный был вариант. Как сделать это в простом формате? Да? То есть, вот простые кейсы, как это используется в жизни? Не усложняю то, про что я рассказал. Вот такой классический B2B российская компания продает медицинское оборудование. Все происходит через сауну, через личные связи. Вот. Плохо все, не выполняются планы. Директору грустно. Директор хороший друг и знакомый. Что можно сделать? Денег нет, ничего нет. Ну, как всегда. Вот. Но есть клиентская база, уже там, 450 клиник, дорогих достаточно там, по России, которые у нас уже это оборудование покупали. Ну, что сделали? То есть, сделали вот простой, совершенный вариант. То есть, каждого клиента выписали, создали для каждого клиента уникальную вот эту вот UTM-метку, ссылку, уникальную ссылку, помните. Отправили рассылку. То есть, каждый менеджер клиенту, ну, якобы уникально, отправил письмо. Что случилось дальше? Клиент по этой сцене в письме перешел на сайт, и мы зафиксировали систему веб-аналитике в юзер ради этого клиента. И потом мы стали отслеживать, а что он на сайте смотрел, какую продукцию он изучал. То есть, мы загоняли людей по акции и говорили, что вот, там акции до 40% скидки на разный тип оборудования. Самые катовые ставили туда. Потом мы смотрели, что он изучал. Что он изучал, изучал, смотрел, и у каждого менеджера по продаже была такая карта, по сути, чем интересовался клиент. Дальше это увидел, каким образом. На следующий день менеджер случайно звонил клиенту, узнал, как дела, и аккуратно начинал звонить разговор о том, что там, у нас вот так, вы там случайно не в курсе, не получали никаких писем, и так далее. Две продажи. Две продажи из 400, вот этих вот 50, там, 420 клиентов, сколько там у них есть. Письма открыл, у нас всего лишь 80 человек, и это случилось после того, как еще по телефону прозвали, и говорили, слушайте, вам письмо пришло, посмотрите, пожалуйста, изучите. Но это привело две продажи. Одну сразу и одну отложено в течение полутора месяца. То есть, вот это, опять же, как можно повлиять на принятие клиента автоматизировать. Окей. Сам клиентский вот этот путь. Как это выглядит, и какие инструменты на каждом шаге мы с вами можем использовать. Значит, первый шаг. Шаг формирования потребностей. То есть, что мы должны сделать на этом шаге? Наша основная задача, как макетологов, пасить зерно клиенту в голову, чтобы он задумался о том, что ему надо что-то изменить в жизни. Вот на этой стаде находятся люди, которые живут без какого-то продукта, и у них есть проблема, они знают, что проблема есть, но они думают, что ее решать не надо. То есть, он живет, он теперь живет, и все нормально. Но мы должны сделать так, чтобы он задумался, что оп, эта проблема, ее надо решить. Или же у человека есть продукт, а есть продукт-заменитель, но объективно он лучше, современнее, удобнее, дешевле. И наша задача сделать так, чтобы он задумался о том, что надо с этой платформы перейти на эту платформу. То есть, мы используем здесь инструменты широкого охвата. Основной API здесь охват, вот именно на этом этапе, наверх. И что здесь для этого используется? Ну, традиционно, всевозможные спецпроекты. Желательно, конечно, таргетированы под свою аудиторию. Или где можно как-то таргетироваться. Здесь вот пример, хабрхабр.ру, сообщество айтишников. И строковая компания InTouch, они прямо проводили акцию такую, забыкать свою жизнь. Да, там, застрахуй свою жизнь. А что делать, если авария? Что делать то? Или Альфа-банк на декабре проводил мобильный банкинг для айтишников. В чем плюс? Если ты физик-ядерщик, если у тебя есть жена, ты можешь следить, куда она тратит деньги. И прочее, прочее, прочее. То есть, вот конкретно, широкий охват. Цель привлечь внимание к этому продукту. Следующая история. Конкурсы. Я скептически относился к этим инструментам, пока мы у самих, сколько, четыре года назад не открылся в свой центр нового обучения. Оказалось, что это мощный инструмент, который позволяет привлекать людей, которые про тебя вообще совершенно не знали. И, по крайней мере, даже если они не покупают в первый раз, они подписываются и становятся клиентами постов. Это, конечно, вирусный маркетинг. Та штука, которую в России практически никто делать не умеет. Умеет однозначно делать ребята от компании «Сметана». Я думаю, это ролик все видели, да? С горячим хомяком. Вот. За четыре дня продали 12 тысяч хомяков. То есть продукты, совершенно китайские бестолковые продукты, о которых никто никогда не знал, но за четыре дня из 5 ретейровых групп продали 12 тысяч хомяков. Эти хомяки продавались потом во всех интернет-магазинах, их купили за две недели. Они продавались в переходах в метро, в электричках, в автобусах, на станции. То есть ребята создали тренд. Да? То есть смешные видеоролики. Создали, сформировали спрос. Тесты. Вот эта штука очень круто работает, если у вас экспертная аудитория клиента или какие-то B2C-шные дорогие штуки. То есть это вот кейс наш, конкретно, опять же, нашего центра онлайн-обучения, что мы используем. У нас есть программа в Нидерландском институте маркетинга, и там есть экзаменационные вопросы тестирования. Мы про 10 вопросов, типовых вопросов из экзамена, которые есть. И мы рекламируем, что вот про детестирование про какой-то крутой маркетолог. Но объективно, кто-нибудь вспомнил, как эластичный спрос почитать? Я не помню сейчас. И никто не может это сделать, кто этим не занимается каждый день. Но человек проходит, он отвечает на вопросы, на какие-то вещи он ответить не может, это нормально совершенно. и отвечает на 5 вопросов из 10. За ним потом ходит баннер и говорит, слушай, вот бесплатный контент для тебя учебный, пройди бесплатно, прочитай эту книгу, этот видеокурс, что-то еще. То есть мы говорим человеку, слушай, ну у тебя провал, тебе надо чуть-чуть прокачаться, но мы не продаем. На этой стадии никаких продаж быть не должно. Мы помогаем клиентам. Комаркетинг, партнерский маркетинг, мощнейший инструмент, по эффективности один из самых лучших, которые есть на этой стадии. Когда вы работаете с компанией, у которых есть ваши клиенты, у вас есть их клиенты, вы совместно проводите вебинары, email-рассылки, ну не в формате, там по одному письму каждый на своей базе послал, а серия должна быть 3-4 письма, хотя за каких-то. Конференции и прочее-прочее. То есть это совершенно нормальная, обычная штука. Вы поразводите пластиковые окна, дружите с теми, кто делал тройставны. И наоборот. Это высший пилотаж, это когда уже сделано вообще все, что только можно было сделать, и этот подход на разной стадии работает. Это разработка своего информационного портала или блога. Ну вот в кейс нашего клиента, компания, которая производит сайтинг, уже, как я сказал, кейс SEO-трафик основной вытягивается, и стали думать, а как же нам у конкурентов кусочек так грызть? Напрямую влог, продвигаться в директе по запросу конкурентов, ну, некрасиво, свои тысячи нам могут пожаловаться и так далее, и так далее. Но есть правильный способ. Долгий, но правильный. Делается сайт, на котором создаётся каталог всех производителей, которые существуют в природе. В каждом производителе есть каталог его продукции по названию полностью. То есть такой агрегатор всех продуктов. Собирается информационные статьи по всей этой тематике. Как отделать дом, что сделать нам и так далее. И уникальный контент, хорошая структура, чисто SEO-шный проект, но с хорошим контентом, самое главное. И он начинает собирать поисковый трафик. Что происходит дальше? То есть люди, которые приходят на общий информационный запрос, это, ну, чем отделать дом, условно. Мы их запихиваем в один сегмент рекламы, и начинаем прокачивать тем, что сайтинг – это клевая штука, это выгодно, экономно, это гарантия от 30 до 50 лет производителей в России, всяких разных. Это круто. А вот если сегмент аудитории, которая заходит на сайт, приходит на конкурентный, продукт какой-то, то здесь уже другая стратегия, но на следующем шаге у нас идет, само собой. Это работа с тем, что надо рассказать, слушай, а вот еще есть такой замечательный продукт. Изучи и обрати внимание. А вот он от этого лучше этим отличается. То есть сравнить и сравнить уже по этим продуктам. Но ни в коем случае не поевать конкуренты грязью. Ни в коем случае. Только объективные данные и факторы. Ну и традиционная история, которая очень круто работает с точки зрения такого контент-маркетинга, это встраивание таких кейсов, ситуаций, случаев из жизни небольших. Как это было, как это случилось, и как эта проблема решилась. Рассчитан на то, чтобы человек прочитал эту статью, какую-нибудь общую аналитическую статью про рынку автозапчастей в России. Человек, который писал про эту статью, сказал, ну вот у меня у самого есть магазин продажи автозапчастей, и пока я себе не установил систему автоматизации продажи автозапчастей автозапчасти 5.0 версии 12.8, у меня бизнес не улучшился. И дальше он аналитические данные рассказывает. То есть у человека в голове хоп, щелкает. Слушай, у меня же тоже проблемы с автоматизацией продаж. Чего с этим нужно делать? Окей. Следующий шаг. Ну понятно, что я далеко не все инструменты перечисляю, которые можно здесь использовать. Иначе нам трех часов не хватит на это. Поиск решений. Я такие самые, самые сочные, самые интересные. То есть здесь человек осознал, говорит, да, у меня есть проблема, да, у меня есть задача, мне ее надо решить. Но я человек разумный, я хочу сначала понять вообще, а что мне нужно. То есть я не побегу там что-то покупать, там в клинике. Мне нужно понять, какой камер мне нужен. Вот. И наша задача на этом шаге человеку помочь. Показать экспертность, дать ответ, получить контакт, не заниматься продажей. Вообще, вот я не знаю, я и делал такого подхода, людям ничего продавать не надо. Ты как хороший маркетолог должен выстроить входящий поток заявок. Да, то есть по классике маркетинга мы можем пуш клиентов запихивать в воронку продаж, идти и купить скорее. И можем делать пуш, чтобы клиент сам приходил. Я сторонник второго подхода. Ну и первый, второй равносильно работает к примеру этого множества. И в миксе работают они тоже очень неплохо. Значит, кто здесь очень круто работает на этом шаге? Особенно, если мы берем B2B. Очень круто работает к исследованию. Когда сидит человек, который выбирает компании, ему нужно купить какое-нибудь оборудование сложное. Он этого никогда не делал. Куда он поделал? Что он будет делать? Ну это вот, как многие из вас старые подрядчики в патиншку выбирают, да? Будут трибай, рейтинг рунета, где-то смотрят и изучают. И здесь та же самая история. Это мощный инструмент. Работает очень круто. Это пример нашего кейса как агентства. Мы делали исследование для ассоциации лизинговых компаний и получили двух клиентов. От одного после презентации, второй спустя два года пришел на хозяйство исследований в интернете. Примеров много по нашим клиентам этой истории. Это контент-маркетинг во всем хорошем его смысле понимания. создание и распространение бесплатного обучающего контента. Ну, либо развлекающего, если у нас FMCG товара и B2C. То есть статьи, книги, проводим вебинары, видео, методички, в формате как сделать, что выбрать, чем отличается этот продукт от этого и так далее. То есть мы занимаемся обучением клиентов. И в чем здесь плюс? Это, знаете, как неизведанные земли. На Филиппины первые христиане приплыли, и они стали христианами. Они говорят, что христианство – это правильно, круто. А в Малайзии мусульмане – это братья первые. И они говорят, что ислам – это круто, короче. То есть вот здесь та же самая история. До какого первого клиента вы доберетесь, тот с большей долей вероятности примет вашу идеологию, вашу религию и ваш подход. И он будет говорить, что вот это правильно, а это неправильно. Ну, два дня назад вернулся с зимовки в Вьетнаме. У меня там есть товарищ в Красноярске. У него несколько своих бизнесов. Вот. И мы с ним познакомились как-то год два-три назад. Я был на конференции тоже. Там мы познакомились. Потом в Вьетнаме знакомились. Забавная история. Вот. Но не суть. И он проходил фри, обучение во фри. Вот этот вот стартап, вот эта вся вот эта история. И вот у нас, у меня с ним постоянно дискуссия возникает. Я говорю, слушай, надо делать вот так, так и вот так. Он говорит, не-не-не, нас во фри по-другому учили. Надо делать вот так. Вот. То есть, видите, какую школу и какие стандарты мы задаем своим клиентам, так они и будут дальше жить. Следующий инструмент. Это выстраивание всех классических точек контакта. Я сейчас здесь углубляться не буду. Вы так все это замечательно знаете по всем инструментам. Это email-рассылки свои, это группа в социальных сетях, это канал на YouTube, это канал на слайдшери, куда вы презентации в главных своих, которые сейчас заблокированы русскому надзору, слава русскому надзору, профильные порталы и так далее. То есть, все, где мы можем зацепить клиента. Рассылка. Оставил email. Социальные сети подписался на профиль. На YouTube подписался с профилем. Слайдшер подписался тоже. Порталы подписался на вашу колонку, на MSS. То есть, где мы можем за клиентом зацепиться. И здесь мы не занимаемся продажами, опять ни в коем случае. Это категорически запрещено. Это нельзя делать. Здесь мы даем полезный контент. Клиент ушел с сайта, ему показываем информацию. Слушай, друг, ты на сайте вебинару был, да вот скачай методичку бесплатно на 100% вебинар, который есть. Что нужно сделать теперь? Кто это будет скачивать? Вот инструмент, ну по инициативе опять же информации, я знаю, четвертого директора по маркетингу подряд этого сервиса, работает великолепно. Потому что эту методичку будет скачивать либо тот, кто собирается вести вебинар, либо тот, кто их уже ведет. Левый человек, не клиент ее скачивать, не будет. Даем полезный контент. А там понятно в методичке все примеры с интерфейсами вебинару. Просто сделать вебинар, просто сделать это, и это все ясно и понятно. А это как в свое время проходить курс по email-маркетингу в компании Unisender, где все рассказывается, как в Unisender это все дело настроить. То есть это тоже контент-маркетинг. Они обучают, нормально все, все круто, все работает, но понятно, на примерах своего продукта дают. И инструменты из предыдущего шага. Те же самые охватные всякие мероприятия, партнерский маркетинг, собственно инфоресурсы. Следующий шаг. Клиент у нас зреет уже все, начинает уже обливаться. Такое, думаю, так, ну все, хорошо, я понял, да, это мне нужно, хочу конкретно этот продукт. На этом шаге клиент еще в этапе поиска решений он еще носится между товарами-заменителями. То есть не обязательно вами и вашими прямыми конкурентами. Это могут быть вообще другие конкуренты ваши, в другой отрасли. В FMCG, да, вот это последний мир перед кассой. Что же там купить? Жвачки, киндер-сюрприз, дочки там, или презервативы. Надо побороться за это. Вот. Сбор информации. То есть все, он сказал, я хочу себе купить вот это, я сейчас буду определяться, а кто мне эти услуги или товар предоставит. Ну, погнали. Основная вот здесь боль, которая есть у всех, это ужасный сайт. Да, то есть мы здесь должны продумать сайт, качественный контент, продумать опять же поведение на сайте, отображение УТП. Каждая страничка должна быть как посадочная, как грамотная верстка. Мобильная версия уже это обязательный фактор сейчас, да, там, с точки зрения SEO и просмотра, и так далее. Видеоролики, то есть полностью сайт должен вызывать клиента уважение, радость, и он должен находить на сайте ответы, которые его волнуют и интересуют. Работа с конкурентным трафиком. Ну, можно, говорить, и в лоб, как бы запросы Amos CRM-Bitrix24 продвигается, да, в контексте. А можно делать тоже всякие разные эти порталы и собирать нормально, а не порт себя, сильно карму в конкурентные запросы. Так же. Другой вариант не продавать, а обучать, да, то есть это достаточно интересная механика. Обнаружили мы совершенно случайно, когда делали анализ для одного из наших клиентов конкурентной, и вот человек, кому принадлежит этот проект, даже на одной из конференций был, выступал мой коллега, он сказал, вот, да, это очень клево, и говорит, это работает у меня. Это один из основных вот таких каналов, которые есть, которые помогают развиваться. Не главный, но интересный подход. То есть как сделано, то есть что делает вот этот вот Алексей Анатольевич, директор ООО Экология Центр. Тематика септики, да, вот эти загородные туалеты, все, что с ними связано. Когда мы заходим в Google, в Яндекс мы с вами видим пачку объявлений купить септики, недорого, с доставкой, бла-бла-бла, в подарок iPhone, ну, как положено. То есть вот как Агилл у нас научил, да, там, строчка предложения, там, боль, усиление боли, решение проблемы, дополнительный кусочек сахара, борусь, и вот все эти объявления, так они одинаково выглядят. Там три формулы всего лишь есть, как эти объявления делать. Ну вот, он пошел по-другому. Он написал, не покупайте септики, пока не узнаете, как вас могут обмануть. Или пять способов, как вас обманут продавцы септиков. Вот, заходишь к нему на эту страничку сайта, вот так вот, как она выглядит, здесь еще форму подписки только сниму. Все. То есть там никакого дизайна, ничего нет. Эмейл, имя свое, все, и тебе приходит серия с пяти писем, да, там, как продает воздух по цене септиков, канализация без откачки, миф или реальность, как продается, получает левую прибыль. То есть он реально рассказывает изнамку рынка. Человек, который собирается ложить эти деньги, он это дело рассказывает. Это уже шестое письмо, когда уже с человеком были касания, когда он уже уважает и относится доверительно к этому Алексею Анатольевичу, Алексей Анатольевич говорит, слушай, ну и у меня с этих это можно купить, тоже в принципе без проблем. Или проконсультируйся, обращайся, проконсультируйся, устно тебя расскажем, да, то есть вот такой тоже нормальный заход. Следующее, это вот такой, тоже высший тратаж уже, который очень неплохо у нас используется с девелоперами, особенно по коммерческой недвижимости. Что происходит? Есть у девелопера 3-4 объекта, которые в кризис очень хорошо, допустим, продаются. Что делается? делается на профильном портале авторитетном статья обзора экспорта, который говорит топ-5 лучших объектов для инвестиций в 2017 году. вот, в этих 5 объектах, там, 4 объекта принадлежат этому девелоперу. Ну, 5-й так, чтобы не сказали, что там все куплено. вот, и реклама, контекстная реклама ведет не на сайт компании-застройщика, на кого-то еще, а контекстная реклама ведет на эту статью на эту площадку, там, заголовком, там, лучшие, там, застройщики, там, объекты, куда можно инвестировать деньги, там, и так далее. Это нормальная история, потому что многие, реально, информационные порталы, действительно делают контекстную рекламу и нагоняют себе трафик. И человек уже приходит, он видит, как бы, не аффилированное еще это мнение, ну, как он думает, вот, и получает эту информацию. То есть, пример, много, как-то, все это делается, и высший пилотаж, когда у вас, действительно, классный продукт, на вас есть хорошие отзывы, и не надо еще изобретать. Мы просто, прием начинаем гнать трафик на сторонние ресурсы, где про вас хорошее упоминание, хороший кейс, рассмотрим, что-то еще. То есть, если бы я был компанией Альфарей, как бы я был на блог, то этот товарищ финансист, который я нашел, гнал бы трафик пачками, да, потому что он, там, на первом месте, там, 4,5 звездочек, там, куча преимуществ, там, все отлично, все замечательно. И еще важный момент. Работа в дни сезона. Вот это то, где мы традиционно расслабляемся. Ну, у нас как, да, с вами в России? Работают сколько там? 4-5 месяцев в году. Зимой не работаем, летом не работаем, весна и осень. Вот. И весна-то тоже, там, а не в счет, там, и сентябрь, дети в школу идут, и не дай этого все. Вот. И в этот момент все расслабляются. Ну, что, что мы с вами имеем? Вот тематика такая вот, я не знаю, кто-нибудь едет из загородного строительства или кто-то работает с клиентами, нет? Я просто в маркетинг пришел в начале 2000-х вот, из стройки, я подумал, что в сапогах, как не клево, ну, по грязным стройплощадкам, нужно сидеть в офисе стекла. Вот. Основная проблема, которую, это я еще просто приведу пример, может это на ваш бизнес посмотрите, перекладывается. Основная проблема такова, что большинство владельцев со собственниками компании и неопытные маркетологи у них считают, что сезон, когда нужно искать клиентов, начинается в марте-апреле месяце, ну, час. Вот, погода начала сходить, клиентов надо искать. Это грубейшая ошибка. Сезон начинается с 10 января, когда все вышли из запоя. Да? Клиент, у кого есть деньги, тот, который летом хочет, чтобы уже шло строительство, и следующий Новый год он хочет встречать в своем доме, у которого есть деньги, самый сладкий клиент, он в январе, 15-го, 20-го числа уже начинает ездить по компаниям искать. То есть он ищет проектировщиков, он ищет подрядчиков-строителей для того, чтобы уже за февраль начать делать проект инженерное изыскание, для того, чтобы в эту погоду уже пошел нулевой цикл работы земли и вся остальная штука, чтобы уже смета все было на руках. Так вот, нормальный рынок занимается рекламой в январе и феврале, поджимает себе клиент, а ненормальный потом бегает вот в апреле-май борется с этим бешеной ставкой в Яндекс.Директе. Материация, что маркетологи, все эти Яндекс.Директе плохие, вообще все плохие и все плохо. Ну, надо просто подумать чуть-чуть. По моей статистике у меня тоже есть проект по загородным домам еще всех с начала двухтысячных. То есть, ну, реально процентов 45 заявок за год приходит вот за первые полтора месяца. Кризис двинулся цикл. 14-15-й год, на месяц, на два двинулся. До векабря, наема, бьюти. Еще раньше. Еще раньше. Ну, вот. А вот я говорю, у меня информация по моему опыту на год две тысячи, это пятый-седьмой. Вот. Так проект в аренду сдал, и не знаю, что там происходит, получать деньги, и не парюсь. Так. И традиционные рекламные инструменты, которых я касаться не буду, про это тоже все у нас говорят. Здесь уже у нас спрос сформирован. Здесь запросы купить продукт, продать продукт, заказать услугу. То есть, это SEO-продвижение, контекстная реклама, медитка, RTP, таргетинг, и так далее, и так далее. То есть, это элемент директивный, прямой рекламы. И email-рассылки с предложением уже купить. То есть, здесь мы не стесняемся и говорим, как бы, что подумай об этом. И прогрев по текущим точкам контакта. То есть, если на предыдущих шагах мы с вами набрали народ в социальные сети, загнали в email-рассылки, базу или таргетинга. Телефоны есть, да? То есть, прозвоны, колл-центры, вебинары, полезный контент генеринг. Всю эту информацию выдаем. И вот здесь уже клиент все, в какой-то стадии он уже прогревался, такой серьезный уже, налился, говорит, ну, давайте, кто у меня первый сольет с веточки. Вот. А здесь он начинает уже финально, он посмотрел компании, которые есть, и он начинает окончательно изучать продукт. Ну, это такая, она смешанная стадия, зачастую многих. Чтобы принять решение уже, кого все-таки в итоге выбрать. Здесь, вот, уже мы не играем по бездности, там, скачаем книжку, что-то еще. Здесь уже задача хватать за руку, и говорит, пора покупать. То есть, здесь четко продуманная посадочная страница конкретно уже с продуктом и с товаром, где описаны все преимущества, все, что только можно, чтобы донести до клиента то, насколько вы крутые, замечательные и уникальные. Если это сложный продукт, если это что-то дорогое, показать процесс использования, особенно, если это какой-то уникальный необычный продукт, чтобы клиент прожил использование этим продуктом, как это будет выглядеть, как там зимой на этих кайросанях будут кататься, летом, как по болоту, как по снегу, и так далее. Отзывы реальных клиентов. То есть, здесь доверительные элементы. Отзывы реальных клиентов, слово реальных самое главное, да, здесь в этом? Очень многие любят размещать тех клиентов, которых у них не было. Фотографии своих сотрудников офисов производства, там и так далее. То есть, все, что вызывает у клиента доверие, он понимает, что это реальная компания. Если есть возможность дать ваш продукт, протестировать, это прям вообще великолепно. Для лунарных сервисов подходит, для машинок, для квартир, недвижки опять же, пригнать, собственно говоря, клиента пригласить в шоурун, там куда-то провести, по квартирам показать, посмотреть, как все это дело работает. У меня знакомый один был, который продавал поддержку американских автомобилей, вот, и он сделал такую штуку. Вот человек приезжал посмотреть машину, и он прям отдавал документы, включили, говорит, на, надень, покатайся. Он говорит, ну, я просто хочу здесь прокатиться. Он говорит, нет, ты надень, бери, бери, катайся и привози. Я ему говорю, слушай, Серега, разобьет же ведь. Ну, по моей статистике все нормально будет, да, то есть там, за все время, там, за 2-3 года у меня там один раз такой случай был. Но конверсия в продаже значительно выше. Человек уже сел в машину и уехал. И она уже, как бы, его для себя ассоциирует. Ну, я бы так не купил, конечно, машину. Вот. Да, ну, такая тема. То есть, если продукт хороший, крутой, и он попадает в цель клиента, ну, дайте потестировать. Это нормально. Вот. И здесь все, не стесняемся, как я уже говорил, нелюбезничаем. Покупай друг. Вот условия, цена, осталось две штуки, вперед. И ретаргетинг. Здесь уже у нас ретаргетинг не за контент. Здесь ретаргетинг у нас уже добивающий. Да. Пришел человек на продукт, посмотрел, не купил. Мы за ним бегаем с баллами, мы говорим, слушай, айфон, промо-код, там, айфон 7s, он тебе даст скидку, там, две тысячи рублей. Правда и сейчас. То есть, ну, придумаю, как, как все это дело можно довести. Ну, скидки не самый лучший вариант, конечно, зачастую, но в некоторых тематах это можно использовать. И вот казалось бы, да, то есть уже все выдохнули, продали. Не. Это тоже одна из основных ошибок нашего отечественного бизнеса. и маркетологов. То есть, у нас маркетолог работает вот на этой стадии зачастую. Этап сбора информации и главные инструменты. Показать, какой хороший продукт и там, закинуть заявку в продажу, чтобы они нажали. Вот. Этим практически никто не занимается. И вот то, что дальше происходит, тоже очень плохо все выстроено. То есть, здесь у нас получается такая тройная вилка. Первая вилка, да. То есть, тех, кому мы не продали. То есть, нужно думать, что с ними делать, как нам все-таки попытаться продать. Тех, кому продали, они делятся в свою очередь на две половины. Тех, кто довольны, те, кто не довольны. Вот. И, соответственно, одних нужно успокоить. Вот. И решить их проблемы. Ну, все компании ошибаются. Идеальной компании не бывает. Ни одной. Я, знаете, когда в конференциях слышу рассказы там, моих коллег, которые говорят, вот у нас там 100% инвентаревность клиента, да мы никогда не ошибались, да мы клиентским бюджетом ни разу не болели. Все, можно не слушать уже. Ну, это ложь. Ну, все ошибаются, все косячат. Окей. И, что здесь круто работает? То есть, клиентские клубы. Это работает прямо на ура. То есть, у нас вот свой центр тоже онлайн-обучения. И, благодаря тому, что есть вот закрытая группа в Фейсбуке, народ общается, народ видит, какой контент есть на других учебных программах, они потихонечку туда переходят. И, опять же, обмениваются опытом. Один из крутейших клиентских клубов, на мой взгляд, который сейчас вот интеграция онлайн сделана, это у Альфа-банка, они вообще умнички. Следующее. Та аудитория, которая не купила у нас. То есть, здесь нельзя останавливаться и вот вычеркивать их, то, что СССР обычно делают. То есть, не купил, окей. В отдельный сегмент вынесли в email рассылку, в отдельный сегмент для ретаргетинга и работаем. То есть, мы выделили бюджет, условно говоря, на каждого клиента мы готовы потратить еще там 150 рублей. И этот бюджет надо отыграть, посмотреть. Может, получится кого-то добить. Ну и работа с негативом. Как бы, да. То есть, это совершенно нормальная история и устраивается процесс работы с системами по поиску негатива, по отработке, должны быть скрипты расписаны с разными площадками, как это делается. Маленький совет и кейс от нас по одному из наших клиентов, старых и крупных, как мы на 70% поток негатива в интернете сократили. Мы сделали такую штуку. Мы банально на сайте разместили окно жалоб, предложением это назвали, снизу сайтов. То есть, это крупный производитель, у него более 3000 торговых точек по России и собственных и тигрских. Ну и понятно, что косяков много. Как-то, да. И потом уже стало происходить так, что 70% негатива, которые есть, они ушли просто на эту форму. Люди что делают? Они сначала на сайт производителя заходят, они не находят этой формы, и они оттуда убегают. Но мы эту проблему решили. Это очень круто. Просто и для работы нормально. Ну и до продажи, и совместной продажи с товаром. То есть, это уже понятная история. Когда клиент уже готов купить, купил, доверяет нам, все это нормально. Вот. И важный момент. Работа с отзывами не по поиску негатива, а по формированию хороших, положительных отзывов. Это сложный защитский труд. Чтобы реальные отзывы разместили. 50-60% отзывов в интернете они все куплены и написаны за деньги. Настоящие. Это общеизвестная статистика в агентстве по особенностям. Вот. Но есть механики, как можно это делать. То есть, мы с вами собираем в Яндексе название своей компании, слово отзывы, составляем список из первых 25-30 ресурсов. И когда клиент приобретает товар, услугу, это опять же не для всех рынков, конечно, подходит. И вот он сейчас их удоволен на национальном подъеме. Все устроилось, все хорошо. Слушайте, оставьте пару вас отзывов на этом сайте. Вот там инструкция, как это сделать. Ну, из 10 человек человек 2-3 это сделают. Ну, из тех, кто скажет, что да, ставят. Вот. Нормально. Постепенно, полномерно ставим это в KPI и за 2-3-4 года работы в вашей компании будет собран очень хороший позитивный фонд в интернете. Окей. И последний шаг, если ваша бизнес-модель подразумевает, получить высшую благодарность от клиентов, получить новых клиентов, рекомендации. Здесь продумываем всякие разные механики. Через соцсети, через email, через сайт, через личные кабинеты. Для того, чтобы человек порекомендовал, отправил контакты и так далее. И партнерская программа. То есть, если есть пользователь вашего продукта и он ему очень нравится, он им пользуется. Слушай, ну это лучший продавец. Он знает наш продукт, он его любит, и у него есть клиенты, которые верят этому продавцу. Что обычно говорят вот эти вот ребята, которые у него в MLM бизнесе? Они говорят, кому идти продавать? Друзья, родным и близким. В первую очередь, да? Там не улица, Мозда, метро, а тем, кого ты знаешь, те, кто тебе доверяют. Потому что это просто продать. То есть, и вот здесь вот партнерская программа настраивается, очень-очень хорошо работает. Знаю немало бизнесов, которые реально живут только за счет этого. Окей. Понятно, что это далеко не все инструменты и подходы, которые у нас с вами есть. По времени надо было это все дело как-то вложиться. Их гораздо больше. Вот. Могу сказать, что слайд этот забыл добавить. В ноябре 2016 года была конференция в Берлибе. Не помню название точное. В общем, суть какая? Суть в том, что директивная прямая реклама практически уже не работает. Вот такая в лоб. Да, то есть поколение Y, например, они вообще не воспринимают прямую рекламу. Вот в лоб сказать, что, слушай, купи это, засмеют. Да, то есть это не нужно. То есть там другие подходы, там только нативная реклама, только контент-маркетинг, только обучение, только развлечение. 25% мобильной рекламы, если не ошибаюсь, там боты, как бы, да. Процентов там 10-12 бюджетов общей наработанной рекламы тоже боты. То есть просмотры видеороликов, там первые превью, вот эти рекламные там никто не досматривает ничего. То есть вот именно реклама, как таковая прямая, она не работает и наша, ну, перестает работать в таком классическом, знаете, кандоовом стиле, как раньше блог рекламы запускали. То есть наша задача продумать за клиента, все его точки контакта, все его взаимодействия, автоматизировать это дело и давать ему полезный, нужный контент. Тогда нам будет счастье. Окей. подробно, вот прямо по каждому шагу, что мы с вами говорили. У нас есть запись в последние 4 года всяких разных наших вебинаров, конференций и так далее. По этой ссылке сможете зарегистрироваться, получить все эти видеоролики. Там прям пошагово говорит по конкурентному анализу, как это сделано на сегментации, по социалам и по разным рекламным каналам, как аналитику устраивать, и прочие и прочие штуки. Вот, за час я вам это рассказать все равно не успею. Мы уложились во время суток. Могу уже начинать читать. Да, контакты есть здесь, мои. Мне можно задать вопросы быстрее всего в фейсбук, хоть у меня там 5000 друзей, но я через этот мессенджер получаю уведомления и отвечаю. Вопросы? Очень продуктивно. Бежит, 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 бежит. Он будет дальше говорить, надо бежать. У меня просто первое выступление живое в интернет. И не надо было выиграть. Да, да, да. У тебя можно вопрос, а если это сложный B2B-продукт? Примерно. Какой там есть? Ну, SaaS-сервис для больших потребителей. Чего-чего там, куда-как загонять, да? Ну, да. Ну, здесь смотрите, то есть классическая история, которая здесь у нас работает по SaaS-у. То есть это все, что связано, во-первых, с контент-маркетингом. То есть это вот вебинар, статьи, white paper, методички. Я так понимаю, аудитория там разнородная. Скорее всего, там есть и айтишники какие-нибудь, там директора. Ну, скорее, макетологи и айтишники. Ага, да. То есть под них свой контент опять же. Вот. То есть создавать контент-маркетинг, на который не оставляет контакт. Вот. Потом, если у вас предусмотрен вариант давать погонять ваш сервис в каком-то формате, пытаться загнать их туда, это, собственно, совершить и сделать. Да. Успешный кейсер. Почта вот работает. То есть вот прям бомбить. Как все это дело будет? Ну, вот. Ну, а ссылки. Рассылки. То есть это вот по SaaS-у. Насколько я знаю, опять же, коллег с разных сервисов. Это вот один из мощнейших инструментов. Он позволяет тоже их будить. Ну, а так понятно, что контекст, SEO. Но здесь вот именно вся цепочка. Это B2B. То есть у нас в самих агентствах нет исходящих заявок. У нас только входящий поток только вот за счет полноценного контент-маркетинга. Мы к этому шли очень много лет, но директор говорит, что такое счастье мне, что клиенты у нас ищут, а не мы их ищем. Это цветает миссия и цель каждого руководителя. Вот. Как-то так. Контент-маркетинг вам в помощь. Вот это все, что с ним связано. Там вебинар есть, там подробно все инструменты чего-чего. Просто вводим. Хорошо. Еще вопросы? А сами контент вообще? Вот если у вас клиенты приходят, то есть вижу. Вы что-то любите работать. Реально? Ну, в основном, да. Вы, соответственно, самостоятельно не разбираетесь. Конечно. Мы не можем. А клиенты, соответственно, не умеют писать, как правило. Ну, да. Это, значит, это боль. Это реально боль. Как мы ее решаем? То есть боль, если тема более-менее понятна. Ну, более-менее. То есть это этап долгих согласований операций. Как это все выглядит. То есть клиент по скайпу или в живую диктофон. Что-то рассказали. Какой-то полезный контент эксперт дали. Транскрибировали. Написали статью. Эксперт сказал, что статья PIP. Взял, сказал вот это, вот это, вот это исправить. Исправили. И сказал, что статья PIP. Исправили еще это, это. А ну, с пятой, шестой операции сделал. Ну, на статье уходит в средние две-три недели. Это если повезет. Как бы, да. Это если нормально. Другой вариант. Когда контенту нужно много. Качественного, профессионального. Мы занимаем копирайтер, штаб, клиентов, специалистов. То есть у нас был опыт, но он как и положительный, так и отрицательный был. С этой историей, то есть берется человек с этой отрасли, которая, ну, у нас там была тема с какими-то совсем эксклюзивными продуктами, с техникой. То есть специалистов там реально мало. Но вот удалось найти там какого-то профессора института бывшего, преподавателя, который в этом шаре и умел писать. Ну, вот тоже нормально. Ну, это будет. Что-то реально будет. Еще? Третий вопрос на дорожку. Ладно, пойдет вопросов. Ладно, хорошо. Давайте я вас не смею задерживать. У вас сейчас перерыв, я так понимаю, да? Просто писать надо. Две минуты я вам еще добавлю, как перерыв. Отдыхайте. Хорошей и всем благотворной завершающейся неделе. Успехов. Делайте хороший маркетинг. Делайте всеми ваших клиентам всегда. Спасибо. Спасибо. А, пошел? Нет, я поехал в офис. Вот так раз. Ну, поехали вместе. Пошел на обед, потом тоже поедешь. Пошел на обед, потом тоже поедешь. Пошел на обед. Пошел на обед. Шуure. Ну, да-да-да. Ну, вы так рассказали, что занималась. У нас есть… Ну… Ну… Собрание… Нет. Пошел на обед. Ну, саня… Ну, есть… А, ну, у нас Juliet… Вот, 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 вот еще… Очень state… Вот. Вот, здесь, тут… …много… Мосберген… У нас есть… Вот, логет… Попорнике… Ну, у нас есть… Да. Ну, здесь… Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok